Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас в городе-курорте Анапа. Зовут меня Юрий Озаровский. Сегодня мы с вами будем наблюдать вот такую красоту на всем нашем пути. У нас стало холодно. В принципе, даже вот здесь наверху продувает ветерок. Но если приедете, не пугайтесь, спускайтесь туда вниз, там ветра не будет. Сегодня на обзоре будет 800 ступеней, как место для прогулок и времяпровождения. Как я удивился, когда сюда приехало огромное количество машин, людей, и это очень круто. Всем, как говорится, хорошего отдыха. И ради вот таких вот видов сюда люди и приходят отдыхать. Есть маршрут. Вот, допустим, если мы возьмем Крым, у них все вот эти теренкуры очень сильно разрекламированы. Постараюсь вам в видео ставить точку, по которой можете по геометике приехать. Ну, в принципе, ставите 800 ступеней, смотровая площадка, и Яндекс вам строит маршрут без проблем. Выходит солнышко, температура воздуха плюс 19. Единственный момент, что у нас поддувает ветер. Ветер дует с берега, поэтому, когда мы нырнем вот туда, отсюда вы можете уже видеть эту лестницу, там будет тепло и хорошо. А если еще и выйдет солнце, это, конечно, будет прям супер подарок, потому что с нами квадрокоптер, тогда он снимет гораздо более интересные кадры, на что мы очень сильно надеемся. Туда дальше находится автокемпинг край, тоже за горой. Можно там посидеть, спрятаться от ветра, а сверху ласточкины гнезда. Тоже одна из самых крутейших смотровых площадок. Если все будет хорошо, я еще внизу и искупаюсь в море. Надеюсь, что все получится. Держите кулачки за меня, потому что ноги уже болят. И вы сейчас оттуда даже не дошли в обратную сторону. Машинка паркуется на площадочке сверху. Можно ее раньше там поставить, но дальше вы идете уже до самих ступеней пешком. Здесь у нас пансионат отгородился, который, в принципе, и сотворил эту красоту. 800 ступеней счастья приведут вас вниз к морю. Есть освещение, работает от солнечных батарей, которые, в принципе, поможут вам в вечернее время прогулку эту сотворить. Тоже это, кстати, очень круто, но ломают эти фонари, к большому сожалению. Посмотрите, какие красивые лучи в море. Да и виды сегодня просто завораживающие. Есть скамеечки, на которых можно посетить также с видом на море и увидеть эту лесенку немножечко с другого ракурса, с другой стороны. Ну и сам терринкор можно совершать тут и дальше. И по краю горы дойти до Суко. О, у меня на канале, вы можете его посмотреть, а даже можно дальше до большого утра. У нас есть такая прогулка. Это, кстати, было, по-моему, года 4 назад. Мы в тот момент познакомились с Ярославом, как раз-таки, на этом терринкоре. Видов там очень много. Я постараюсь и вам на Ласточкино съездить и сходить. Там есть одно шикарное смотровое место чуть-чуть дальше. А вообще самое красивое, это, конечно, идти по Юриной горе. Вот видите, вот гора вдается, такой обвал. Это вот Юриная гора называется. И там виды фантастические. Ладно, ребята, пошли. Самое главное, начать идти. Всего лишь 800 ступенек. Для меня почему-то всегда кажется, что гораздо сложнее именно спуск. Потому что ноги забиваются на нем гораздо сильнее. Когда ты совершаешь подъем, ты уже видишь конечную точку, и тебе гораздо легче. Люди идут с детками и не боятся. Потому что путешествие очень классное. Вот мы спустились ниже, и здесь уже совершенно другие температуры. Воздух стал теплее, ветра нет. Ведь в Анапе самое главное, чтобы вы не чувствовали этот самый ветер. И вот так вот. Пошел, 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 пошел. Все, тишина и красота. Какое море, какие виды. Здесь попадаешь, как будто совершенно в другой мир. Ты наступаешь сегодня на гость. Видите, даже шиповник растет. Можно пособирать. Красота. Так, у нас вот ребята покоряют сейчас лесенку. Откуда вы к нам приехали? Приехали в город Кашир, Московская область, Николай. Всем привет. Как вам, Николай? Нормально. Тяжеловато, но нормально. До этого на 400 спустились по аварийной. Вот там беда. Там внизу все сломано. Да, там она внизу сломано. Там через тук-тук. А здесь еще лесенка более-менее. Ну, ее отремонтировали, отреставрировали. Советую ли людям, которые сюда приезжают, посещение этого места? К большому сожалению, села камера, сел модуль аудиозаписи. Надеюсь, что хотя бы чуть-чуть от наших подписчиков при этом зашел. Он также сказал, что его друг машинист смотрит с удовольствием мои влоги. Вам огромнейший привет. Кашир, Московская область. Ребят, спасибо, что с нами. Мы продолжаем наш маршрут. Виды, конечно, заставляют хотеть сюда вернуться. Даже встречаются небольшие божевелочки. Есть места, на которых можно посидеть, отдохнуть. Это тоже очень хорошо. И первая сотка ступеней сейчас переваливается за горизонт. Нам остается еще 700 вниз. Очень бы хотелось, чтобы эти ступеньки сохранялись. Здесь огромное количество людей занимались их восстановлением. Всем большое спасибо. Также администрация немножко помогала. Так что все, кто участвовал, ребята, вы очень молодцы. Потому что здесь стало очень классно. Единственное ко всем вот такая просьба. Потому что только мы можем наши места силы сделать чистыми и прекрасными. Перейдите природу, как говорится. В первую половинку мы идем у нас ступеньки бетонные. То есть они не подвержены разрешению. Но скоро это все заканчивается. И начинается уже металлическая часть лестницы. Радует, что мест для отдыха здесь предостаточно. На которых можно присесть, подышать и посмотреть на наши виды морские. Сегодня солнышко в тучах. И, наверное, в это время лучше всего даже прогуливаться. Видите, вандалы отломали фонарь. Большому сожалению. Что в головах у людей, которые уничтожают наследие свое? Это очень плохо, если у вас такое воспитание. Здесь, кстати, нарисовали очень крутые граффити. Которые стали украшением данной лестницы. Приходишь, смотришь, красота. И хочется сказать, что действительно, эта лестница покоряется всем возрастам, дорогие мои друзья. У меня вот есть на канале видео. Там где-то, по-моему, 8 или 10 минут подъема без прерывов. Я сегодня это снимать не буду. Потому что никаких, как говорится, рекордов речи не идет. Просто хочется показать красоту. Показать моменты, как люди собираются, вместе отдыхают. Такие вот лестники. И посмотрите, какая красотища. Здесь собралось огромное количество людей. Вот этот момент, как спускаешься. Это такая прямая большая лестница. Кажется, самым страшным, самым непреодолимым. Как говорится, все в голове, ребята. Мышцы тоже в голове болят. Выходим. Это первая палуба. Мы спускаем внизу. Там будет еще одна отдельная. Вот та самая красивая. Там самые лучшие виды. Вот сюда видна Анапа. И Юрина гора. Дальше лестница становится более крутой. И вот каждый шаг я спускаю. У меня полный рюкзак с собой. То есть там квадрокоптер, батарейки, шлем, зарядка, чай, термос. И вес довольно-таки приличный. Плюс повар банки. Короче, тащу с собой еще килограмм, наверное, 10-15 веса. И нагрузка на эти боковые мышцы для меня самая серьезная. Посмотрим, кстати, как себя ноги поведут непосредственно после того, как я учился на кайте кататься. Для меня это самое интересное. Будут ли они болеть завтра или уже, в принципе, в норме к таким загрузкам. Здесь я бы, наверное, не советовал посещение этой лестницы во время дождей. Потому что бывают оползни, скала здесь нестабильная. Поэтому будьте бодительны, как говорится, и благоразумны во всех этих своих чаяниях и пожеланиях. Мы сейчас с вами идем на вот эту палубу. И отсюда я хочу сделать свой первый полет в этом месте. Обратите на то, какое здесь чистое море. Какие вот лучи светят. Вот краски вот здесь по этой расселине очень часто и происходят с холи сели. Там вот видно, как угнула конструкция. Людей, кстати, довольно-таки много там снизу. Интересно, что людей притягивает эти места. Вот такая красота. На этой палубе поднимаемся. К большому сожалению, дорогие друзья, я накосячил. Я взял с собой пульт. Взял с собой батарейки. Три. Взял с собой квадрокоптер. Батарейки на камеру. На квадрокоптера камеру саму взял. Короче, не взял очки. И даже батарейку на очки, провод на очки взял. Подниматься назад, конечно же, просто без вариантов. И спускаться вниз потом в трех раз тоже. Но море здесь выглядит восхитительно. Ладно, будем сегодня без квадрика. Если, конечно, все будет хорошо с погодой. Потому что срывается, возможно, дождик. Мы его запустим, может, в конце. Немножко пролетим, посмотрим. В общем, не судьба, ребята. Полетать получилось, но на флешку данные не записались на GoPro. Поэтому в этот раз без квадрокоптера. Что-то получилось. Я так хотел отсюда дайв снять. Просто пролет сверху вниз. Ну, либо в следующий раз. Будет зачем вернуться в солнечную погоду. Либо он бы выглядел гораздо красивее. Ладно, поехали ниже. Возвращаемся обратно на тропу войны. Люди здесь сомневаются. Идти не вниз. А идти все-таки надо. Потому что красота вас ждет там. Фантастическая. Вот этот серединка такой. Раздел опять-таки смотрите с детьми. Взрослые дуты. Главная мотивация. В остальной новой части жизни. Проходить, пожалуйста, чтобы не заделось. Пропускаю людей. Потому что у меня квадрокоптер висит. С этими острыми крыльями. Ну, хотя бы он побывал там в дизу. Уже хорошо. Температура воздуха 19,6. Вот то самое место, в котором я говорил, что происходит. Сели, видите, там решетка стоит, чтобы удерживать. И вот здесь вы можете посмотреть, какие камни летели. Как шевелера. Просто погнулись под их гнетом. Ну, а дальше чисто прямая дорожка. Спуск к морю. Это просто восхитительно. Здесь можете увидеть, что ступеньки немножко погнулись. Поэтому смотрите под ноги. И чтобы не соскользнуть вниз. А то поедете на попе, как на американских горках. Это будет, конечно, весело. Но больно для вашей попы. Самое главное, ведь на спуске к морю не пострадать. Вот там, видите, походу валуны летели и падали. Гнули, как, не знаю, соломинки. Металлические ступени, арматуру, шевелера. Поэтому здесь шутить не вариант. Какие горизонты, какая красота. Смотрите, с какими вообще малышами у нас даже тут ходят. Вот это да. А вы там за себя переживаете, взрослые люди. Папа там мотивирует ребенка и считает ступеньки. Чтобы она шла. Вот так еще. С детьми. Ну, осталось чуть-чуть. Я уже хочу купаться по-любому. Ну, по крайней мере, надеюсь, что получится. Если вода не совсем лед. Мы сейчас побежим в морюшко. Те самые последние ступени, которые нас разделяют от земли, от берега. Там одна компания сидит. Здесь мужчина впереди нас пробежался. То есть, вообще, все очень легко. Ну, и самым главным подарком, это, конечно же, виды. Виды в обратную сторону. На скалы, на море и на саму лестницу. Сколько у вас по времени ушло? Жалко. Вот обратную мужчина засел. Думал, что она может подсказать. Ну, 15 минут. Я думаю, в ту сторону. Можно пройти, дойти до 800 ступеней. Вообще, по берегу можно прогуляться и досу, спокойно. Преград нет никаких. Лишь только море. Щунь прибоев. Ай! Главное, не уйти туда. О! Самоубийца в конце, это будет прям огонь. 21 градус температура воздуха у моря. Значит, водичка должна быть сопоставима. Примерно с этим. Ну, какая она прозрачнейшая. Вот, нет желания, надо нырнуть вместе со мной. Температура морюшка 21,6. Вот такая красота. Нет, все-таки пойдем искупаемся. Самое главное, не забывайте взять с собой чайку. Мы тебе будем шаркировать людей. Все в куртках. Ребята, попробуем зайти чуть-чуть в море. Посмотрим получится. Я тут там камушек, здесь он очень классный. Вот, это было на штуках. У меня там не было. Опа! Опа! Смотрите. Смотрите. Продолжение следует... Продолжение следует... Что я с собой не взял очки для полета на квадрике. Ну ладно, будет момент для того, чтобы вернуться. Посмотрите, как красиво скала. Одно темная, другая светлая. Солнышко лучи делает просто супер виды. Просто красота, ребят. Ощущения космические. Пришел сюда, получаешь бурю эмоций от видов вокруг. Потому что попадаешь в совершенно другую атмосферу. То есть у нас не каждый день ты видишь в Анапе такую красоту. Со скалами, морем. Юрина гора. Это отдельный предмет искусства. Сейчас еще, как знаете, в подарок вышло солнышком. Я думаю, что вам виды из-под воды зашли. Не меньше, чем виды из квадрокоптера. Были. Но, Юрий, есть момент, для чего сюда вернуться. Я думаю, что это стоит делать. Тем более спуск лично мне зашел настолько легко, что я даже удивился. Мы уже спустились. О-о-о. Такое тоже может быть. Водичка здесь просто идеальная. Никто не купается. Море чисто мое было сегодня именно здесь. Кстати, по секрету. Все, кто меряет воду от берега, ребят. Прям 5 метров от берега. Там вода гораздо теплее. Там, мне кажется, все 25 градусов. Вот от берега 21,6. Я купался, нанырялся. Надгушался этим воздухом. Впереди ждет подъем. Но нисколько не боюсь. Ведь все, что делается, делается в удовольствие. Это не знаете, как ребят в начале 3-го. Идут такие там умирающие. Можно 10 раз остановиться. Посидеть, подышать. Посмотреть по сторонам. Чтобы, главное, вашему здоровью было приятно и классно. Для тех, кто не хочет покорять столько много ступеней. Есть там 300 в сторону Анапы. Можно 40 лет победы спуск спуститься. Самое главное, не грустить. Потому что, приехав сейчас в Анапу, вроде бы с такой плохой погодой. Там поддувает ветер. Мы здесь получили просто райское место, в котором действительно очень приятно проводить время. И удовольствие не хочется, чтобы заканчивалось. Ваше здоровье. Замер на небо над головой. Дорогие друзья. Пускай все будет хорошо и прекрасно.